SCP-921 Музей воспоминаний Объект номер SCP-921 Класс объекта Евклид Особые условия содержания Внутри SCP-921 была создана исследовательская зона 346. Для минимализации визитов гражданских лиц на территории вокруг объекта установлены предупреждающие знаки, о возможности землетрясения и извержения вулкана. Агенты фонда, замаскированные под сотрудников лесной службы США, должны постоянно следить за тем, чтобы в районе расположения SCP-921 не было посторонних. Контакты с образцами SCP-921-1 разрешены всем сотрудникам, получившим основное разрешение для доступа в зону. Для прямого взаимодействия с SCP-921-2 требуется разрешение от директора зоны доктора Сирил. Описание SCP-921 – это подземный комплекс комнат, тоннели и залов различного размера, возраста и строения, сгруппированных вокруг центрального помещения. Объект расположен в скалистой местности возле... Некоторые помещения представляют собой природные пещеры, другие определенно являются рукотворными или созданными неизвестным способом. Аномальная природа SCP-921 заключается в воздействии, которое оказывает находящиеся в нем предметы. Далее SCP-921-1 на всех, кто с ними контактирует. SCP-921-1 могут представлять собой пласты горных пород или образцы подземной флоры в помещениях, схожих с пещерами, различные привычные человеку предметы в рукотворных помещениях и другие объекты в помещениях неизвестного происхождения. Все SCP-921-1 содержат в себе ощущения. Когда кто-либо взаимодействует с ними, он получает зрительную, звуковую, обонятельную и прочую сенсорную информацию, а также испытывает определенные эмоции. На данный момент не зафиксировано ни одного случая того, чтобы данные эффекты каким-либо образом наносили вред или приобретали постоянный характер. В центральном помещении SCP-921 обитает нематериальная сущность. Далее SCP-921-2, который начинает разговор с каждым вошедшим внутрь. Голос-2 исходит из потолка зала, хотя видимого источника звука не наблюдается. Похоже, что сущность является чем-то вроде проводника и куратора по образцам-1. При соответствующем запросе-2 указывает местоположение требуемого предмета или помещение внутри SCP-921, а также может кратко описать характер ощущений, заключенных внутри определенного-1, точная степень разумности существования и сна. Тире-2 называет различные секции SCP-крыльями, а образцы-1 фокусными точками. У каждого крыла, помещения и предмета есть свое наименование. Периодически в SCP-921 появляются новые крылья и помещения, содержащие новые фокусные точки. При этом новые области всегда связаны с уже существующими и не выбиваются из общего строения SCP-921. Подобласть номер 3. Крыло затопленного грота. Скопление обширных природных пещер, соединенных тоннелями. Многие области затоплены водой. В некоторые секции крыла попадает солнечный свет. Фокусными точками в этой подобласти являются скопления сталактитов и сталагмитов. Примечательные фокусные точки. Точка номер 3. Летний пик. Единичный сталагмит высотой 8.6 метров. Активируется прикосновением. Внушает ощущение сильного головокружения, а также слабого холода. По словам испытуемых, это похоже на пребывание в холодном климате с разряженным воздухом, при этом одетым в теплую одежду. Подвергшиеся воздействию иногда слышат фразы, повторяемые на немецком и английском. Подъем слишком крутой. Оставь его. Нам нужно поворачивать назад. Какая потеря? Комментарий тиро 2. Неудавшаяся экспедиция. Непреодолимое на то время испытание. Медленно подкрадывается смерть, и люди решают отступить. Точка номер 12. Разбирательство. Небольшой сталагмит, расположенный перед двумя большими сталагмитами, внушает чувство собственного неповиновения, ощущение печали, страха и неуверенности в собственной невиновности, а также заставляет чувствовать запах старой древесины и горячих восковых свечей, и слышать фразы на немецком и иврите, раздающиеся будто издалека. Опасные мысли. Должен быть изгнан из общины и города. Пантеист. Еретик. Больше не один из нас. Комментарий тиро 2. Маленький человек, обвиняемый за большие мысли. Его мир слишком совершенен и спокоен для окружающих, потому они изгоняют его. Весь его блеск не защищает от боли. Фокусная точка номер 19. Крушитель волн. Скопление из 11 сталактитов и 2 сталагмитов. Все сталактиты, кроме одного, расколоты. Внушает ощущение замешательства, тревоги и жажды крови. Заставляет чувствовать запах черного пороха и слышать грохот пулеметов. Хруст песка под армейскими сапогами. Комментарий тиро 2. Бушующий поток железа пытается затопить алый остров. Однако волны сами разбиваются о его берега. Железо заметает песком. У прилива не было ни единого шанса. Под область 11. Серия кабинетов и служебных помещений. В каждом находятся рабочие столы, письменные принадлежности. Все комнаты вырублены прямо в скале и соединяются широкими коридорами. Фокусные точки это или столы, или письменные принадлежности. Фокусная точка 4. Мгновение мира. Пишущая машинка, расположенная в богато обставленном кабинете, вызывает видение подземного бункера, в котором находятся несколько молодых девушек в военной форме. Все они печатают на пишущих машинках, схожих с точкой фокуса. Снаружи слышен звук самолетов, заходящих на бомбометание. Кроме того, чувствуется запах сигаретного дыма, и внушается ощущение защищенности и спокойствия. Комментарии Тиры 2. Над ними бушует огненный шторм, и сами основы их жизни под угрозой. Но они защищены осознанием того, что делают все, что возможно, чтобы помочь. И он тоже. Точка номер 9. Осень. Перо для письма и чернильница, расположенный на маленьком деревянном столе в пустой комнате, внушает два противодействующих ощущения. Одно накладывается на другое. Первый вызывает видение сельской местности во время осени. Чувствуется запах спелых яблок, и слышится звук бегущей воды. Второе. Видение затхлой темной комнаты. Ощущение грязной простыни и острой боли в грудной клетке. Комментарии Тиры 2. Великолепный миг времени. Запечатленный навеки тем, кто успел испытать не так уж и много. Он ушел слишком рано, поглощенный своим же огнем. Но разожженное им пламя все еще горит в умах других. Фокусная точка 13. Сожаление. Первая ручка, расположенная на письменном столе, выполненная в стиле Людовика 15-го, внушает дурное предчувствие. Ощущение стыда и неверия в происходящее. Заставляет ощущать, будто шеи касается некачественная древесина. Слышатся крики и насмешки. На французском языке. Большой группа людей. И чувствуется запах ржавчины и гнилых фруктов. Комментарий Тиры 2. Презираемый за ошибки, которых он никак не мог избежать. Преданный человеком одной с ним крови ради награды, которая не досталась никому из них. Обреченный быть вспоминаемыми всеми как тиран, но бывший лишь обычным дураком. Настоящие тираны появились после него. Подобласть 15. Тюремное крыло. Серия облицованных кирпичом камер. В каждой камере имеются 4 ячейки углубления. Две из них обозначены номерами. Две без маркировок. Фокусные точки – это ячейки без номеров. Точка номер 1. Возникновение. Ячейка без номера. Расположенная над ячейкой номер 1. Вызывает видение зала заседаний. С длинным деревянным столом. И 13-ю кожаными креслами. Слышны голоса, говорящие на английском, французском, немецком, итальянском и испанском. Но слов не разобрать. Также внушается ощущение тревоги, целеустремленности и секретности. Комментарии-2. Садовники собрались, чтобы обсудить свое величайшее творение. Они стремятся заточить Тифона и Йормунганда, Грифона и адских гонщих. Но они не боги. Фокусная точка 13. В пустыне. Ячейка без номера, расположенной над ячейкой 13, вызывает видение такого же зала заседаний, как и фокусная точка 1. Нет пяти кресел и голосов не слышно. Внушаются ощущения предательства, гнева и неверия. Комментарии-2. Насекомые кусают, разрывают и пожирают ветви. Ненасытные. Они ищут на дереве сладкие фрукты. Их не волнует, что последует потом. Садовникам остается только наблюдать. Фокусная точка номер 21. Святой Георгий и дракон. Ячейка без номера, расположенная над ячейкой 21, внушает ощущение ярости, волнения и ненависти. Заставляет чувствовать запах влажной почвы и крови. Слышать громкое рычание, раздающееся из двух различных источников. Комментарии-2. Этот Георгий не был святым. Его оруженосцы скоро убедились в этом. Не было никакого благородства в битве рыцарей и дракона. Вскоре оба они были заперты по отдельности, будто звери. Они этого заслужили. Под область 19. Крыло клетчатого тоннеля. Тоннель километровой длины, выложенный плитками из неизвестного материала. На данный момент самый обширный из обнаруженных подобластей. Фокусные точки это углубление в плитах. Точка номер 327. Зубчатое крещение. Углубление, находящееся на расстоянии 132,5 метров от начала тоннеля, внушает чувство сильнейшей физической боли и страха. За этим следует радость и спокойствие. Заставляет слышать песнопение на неизвестном языке и ощущать запах металла. Комментарии-2. Железный волк утащил еще одного из стада пастуха плоти. Взятые им более не овцы. Фокусная точка номер 258. Редкое единство. Углубление, находящееся на расстоянии 301 метра от начала тоннеля, вызывает видение небольшой группы людей, молящихся на разных языках. Особо примечательный арабский латыни иврит. Внушает чувство сосредоточенности, отрешенности и неуверенности. Комментарий-2. В страхе перед великим пожаром лесные звери забывают старые обиды. Что может волк, когда пылающая головня уже совсем близко? Дыхание, пульс, кровь, хребет. Перевод. 20 декабря. Нет, в целом мире ничего подобного тому, чтобы провести выходные в заштатной зоне фонда. Если бы я все еще работал в 17-й, я бы даже не заметил наступление выходных. Но тут в 346-й это невозможно упустить из виду. Весь неважный персонал отсутствовал. Занимаясь? Ну чем там люди занимаются, когда пропадают где-то? Не печально ли, что я даже не помню каково это? Просто бездельничать, оставаясь дома. Видеться с семьей. Это было давно. Боже, как же это было давно. Я, конечно, не единственный, кто тут остался. Персонал, обеспечивающий безопасность, всегда в полном составе. А еще несколько исследователей обычно торчат тут на случай появления новой подобласти. Даже интересно, сколько из нас пришло добровольно на смену выходные? Интересно, не один ли я? 21 декабря. Зависал сегодня в подобласти 13. Я не совсем понимаю, что именно привело меня в это крыло, но это точно был уникальный опыт. Все эти пластиковые глаза в капельках просто пялищиеся на тебя со своих полок. И это ощущение посреди них. Цветные плюшевые мишки с воспоминанием из Первой мировой войны. Пушистый розовый мех и пропитанная кровью грязь. Веселые маленькие улыбки и зловонные гангрены. Скрипящие и кричащие. Иногда мне даже кажется, что 921 пытается нам сказать что-то. Затем я слушаю 921-2 и вспоминаю, что все это лишь памятник загадочности, собранный из непонятной чуши. Крутящиеся пепела, сахарные полосы. Все лишь отблизки в жабьем глазу. Если это не просто попытки этого места трахнуть меня в мозг, то я просто дядя обезьяны. Примечание. Дядя обезьяна это название комедии 1948 года про пещерных людей. Еще я заметил кое-что пока был там. Стивенсон и Накамура прятались между полок и обжимались. Хм, полагаю, что именно это причина того, что они не против остаться тут на весь сезон. Рад за них. Правда. По крайней мере, хоть кому-то тут весело. Интересно, стоит ли звонить домой? Интересно, а есть ли там вообще кто-то, чтобы ответить? 22 декабря. Главный исследователь Сандерс говорит, что прошлой ночью появилась новая подобность. Где-то в районе 21-го термического источника. Пока 921-2 не дал ей имя. Но я уверен, старый добрый голос придумает какое-то звучное название. Звучащее достаточно зловеще. Сандерс поручил Накамуре предварительную экспертизу. Но я сказал, что сделаю это вместо неё. Честно говоря, я могу представить куда худшие способы провести день, чем исследование нового места. Да и Накамура, ну, я уверен, у неё есть свои планы. У меня их нет. Так что, похоже, завтра утром наступит время для добрых спелеологических дел. У доктора Левина. Подобность 24 состоит из умиротворяющих видов природы. И судя по тому, как SCP-921 обычно работает, я предполагаю, что новое крыло будет чем-то похожим. Может, мне повезёт, и там будет что-то связанное с морем. Я уже давно не был у океана. Было бы здорово увидеть его снова. Я, конечно же, беру своё записывающее оборудование с собой. Так что ждите отличных картинок. Блин, с кем я вообще разговариваю? 23 декабря. Мой бог, оно огромно. Я видел, как другие поглядывали на меня, когда я паковал все эти припасы. Но я не собираюсь повторить тот инцидент в клетчатом тоннеле. Почти умереть от голода однажды это уже достаточно. Как оказалось, я был во всём прав. Потому что Подобласть была, возможно, самой большой из тех, что мы нашли. Она настолько огромна, что было бы странно вообще звать её Подобластью. В этой пещере можно было бы целый город разместить. И это только в той части, что я успел увидеть. Кажется, там впереди даже может быть дневной свет. Такое мы встречаем впервые. Странно это место даже по меркам SCP-921. Стены покрыты таким вот, даже не знаю, жидким кристаллом, я предположу. Похоже на движущийся лёд. Завихряется в сложные узоры. Опускается и поднимается в каком-то ритме. Словно вертикальный прилив. Разумеется, я не собираюсь трогать это, пока не пойму природу явления. Но нахожу созерцание успокаивающим. Вас может натурально уносить от созерцания плывущих узоров. Вы почти что забываете, где вы находитесь. А там в маленьких выемках, там где поверхность не покрыта кристаллами, в стенах хранятся воспоминания. И они совсем не такие, как я ожидал. Если только я упускаю что-то, и воспоминания о временах чумы и пасторальные сцены природы как-то связаны. Между этим местом и под областью 24 нет связи. Несмотря на то, что оно к ней примыкает. Что делает его второй главной сегодняшней находкой. Вся эта штука подпитывает мой интерес. Что еще мы сможем найти тут? Я думаю, мне стоит отправиться в общежитие. Но это надо идти несколько часов. И я потратил бы половину завтрашнего дня просто на возвращение сюда. Нет. Теперь я думаю, что останусь тут на ночь. В моем отличном и уютном спальном мешке. Да и не то, чтобы по мне кто-то будет скучать. Сомневаюсь, что они вообще заметят. 24 декабря. Это был дневной свет. Боже. Я был в фонде все прошедшие 27 лет. Я работал с семью SCP-объектами. Я видел и слышал такие вещи, которые были бы слишком удивительны даже для фантастики. Несмотря на все это, я не испытывал то самое чувство настоящего чуда, которое я ощутил, увидев этот лес. Уже ничего не должно остаться такого, чтобы могло вызвать это чувство. Не после... Не после всего. Просто маленькая лесная аллея и дорога, покрытая снегом, и несколько почтовых ящиков, торчащих то тут, то там. Как будто их втыкает гигантская белка. Это не должно что-то значить для меня. Это ничего не значит для меня. Ничего из этого не имеет ни грамма смысла. Ничего из материалов SCP-921 не указывало на то, что в нем может быть что-то подобное. Конечно, мы находили большие комнаты и до этого. Но это... Если это просто комната, 921 отлично скрывает этот факт. По всем инструкциям я должен немедленно вернуться. Сообщить об этом начальству и привлечь экспертов для того, чтобы разобраться со всем этим. Я-то сам завалил тестирование в департаменте анализа парамира. Кое-кто из ярчайших умов этого мира решил, что я не подхожу для дальнейшего продвижения. Но я... Я и не собираюсь. Потому что это место, оно что-то значит для меня. Я чувствую, что я снова дома. И это тоже не имеет ни грамма смысла. Это не я. Я никогда не жил в месте, напоминающем это. Место, где я живу, совсем на это не похоже. Ничего в этом лесу не может быть мне знакомо. Ничего и не знакомо. И всё же, вот он я, стоящий на колене в глубоком снегу, шарящий по почтовым ящикам, что набитый мечтами художников, скорее всего замёрзнущий насмерть с приходом темноты. Ну то есть, если тут есть ночь, эти воспоминания, они заметно более яркие, чем то, что предлагают другие части 921-го. Во внутренних комнатах всегда остаётся ощущение, что смотришь картинки через экран, или трогаешь их через толстые перчатки. Тут такого нет. Нет барьеров. Я чувствую кисть в моей руке. Я чувствую каждый скрип в этой арфе, когда мои пальцы молниеносно скользят по её струнам и узорам. Я чувствую, как бритва разделяет плоть, и тёплая вода в ванне наполняет рану. Я тут. И всё это течёт через меня. Моя кровь это кровь этого места. Сегодня 24 декабря. Вы знаете что? Нахрен всё. Это мой подарок на Рождество. Разок можно. Нахер протоколы. Нахер этих параноидальных жопоруков. Нахер быть собой. Впервые в жизни я собираюсь дышать свободно. 25 декабря. Я не чувствую холода. Большую часть ночи я шёл через заснеженный лес. Не особо-то и одетый. И я не чувствую ничего. Ещё я не устаю. И теперь, когда я задумался об этом, я понял, что я не ел больше дня. Я просто забыл. Почему я не думал об этом? Почему мои мысли кажутся такими упорядоченными? Как будто часть повествования. Как долго это длится? Кажется, я не могу правильно понимать происходящее. Оно не хочет это. Это в его духе. А кто это оно? Почему SCP-921-2 ничего не говорит? Нет. Я не могу. Не могу думать об этом. Не время. Ещё не время для этого. Задремал на минуту. Устал, наверное. Не стоило гулять так всю ночь. Но всё ещё. Скажу, что это того стоило. Боже, гляньте на этот вид. Вскоре после заката я дошёл до крепости. Она выглядела как центр всей этой ну. Я уже не уверен, что подобность это правильное слово. Ну как есть. Так или иначе, мои ощущения здесь именно таковы, как я и ожидал. В каждом камне тут воспоминания о завоеваниях. Теперь, когда я думаю об этом, я понимаю, что это вообще странно, как эти воспоминания так близки к тем, что я встречал ранее. Тут нет никаких ограничений, это точно. Каждое воспоминание настолько интенсивно, настолько свежо. Да ещё из них составлено целое здание. Я удивлён тем, что оно вообще стоит на таком-то фундаменте. Тут чувствуется пульс колосса, который вот-вот проснётся. Вы ожидаете, что я буду напуган такой мощью? Но на самом деле нет. Когда я работал в 17-й, я всегда был на краю. Абсолютно всё там. Каждая SCP. Даже какая-то фигня класса безопасной. Они все чувствуют со мной такими чужеродными. Мы ведь на самом деле и не могли понять, что приводит их в движение. Что приводит к жизни их странные силы. А что ещё хуже? Как предотвратить то, что они там хотели сделать? Мы ничего не контролировали. А тут всё не так. Энергия здесь. Она человеческая. До самого своего основания. Я нахожу текущую креативность в каждом почтовом ящике. Чистоту. Каждый камень тут горит амбициями. Это всё то, что мы по сути и есть. Это зрелище действительно воодушевляет. Теперь я понимаю. Чтобы вселенная нам не подкидывала, мы ей это кинем обратно в два раза сильнее. Это не нам стоит бояться. Почему я вообще когда-то мог подумать, что правильно прятаться под камнем и делать вид, что этого всего нет? Мы можем больше. Мы настолько больше можем всего сделать. Там что-то зовёт меня. Оно звало меня с тех времён, как я впервые посетил эту подоблость. Но я только сейчас подошёл достаточно близко, чтобы заметить. Что-то в самих камнях этого места. Завтра я пойду внутрь. Честно говоря, я не могу ждать. 29 декабря. Наверное. Да и считаю ли я дни. В моём разуме установился новый порядок. Мысли становятся словами, складываются в линии, появляются на страницах событий, пространстве жизни. Пылинки и куски всё ещё упорствуют в безумном хаосе. Но они недостаточно длинны для этого мира. Я не буду подталкивать их, чтобы они пришли в своё время, когда они найдут, что ищут, когда они достигнут конца. Скоро? Тогда. Тогда моя сказка будет рассказана. В конце концов, мои слова будут услышаны. Я... Что я делаю? Я не знаю, если это всё просто нехватка сна или я чем-то заболеваю. Но становится сложно сосредоточить внимание, как будто большая часть моего мозга занята чем-то иным. И мне приходится заставлять себя заниматься остальными вещами. Записи о том, что BACP 921 делал что-то подобное, с кем-то нет. Но опять же, никто не заходил так далеко. Да и это не имеет значения. Все мои другие желания подыскнели, когда я вошёл сюда. Снаружи я был Майк Левин. Плохой муж, плохой отец, плохой исследователь. А тут мне даже с собой быть не надо. В какую сторону я не посмотрю, куда ни шагну, с каждым вздохом я становлюсь кем-то ещё. Я ныряю в ещё одно памятное. Ещё одно. Да, наверное, я могу так это назвать. Ещё одно таинство. Что-то в этих воспоминаниях ускользает от моего понимания. Как будто тот, кому они принадлежали, приложил немало усилий, чтобы скрыть их смысл от других. Но знаете что? Это не важно. Тут же чей-то мир в каждом из них. И все они так прекрасны. Я прямо в шаге от того, чтобы расплакаться, как маленький. И ведь нет двух одинаковых. Края замочной скважины видны, когда глаз следит за парой сплёвшихся тел. Искажение в линзе подзорной трубы из отряски рук и проносящаяся мимо жизнь. Вот суть того атома, что сотрясает миры. Пока что безопасно пойманного моим разумом, прежде чем он будет отпущен, так что все его увидят. Шёпот и секреты всего человечества, что проплывает передо мной между морганий. Звучит почти поэтично, если вдуматься. Больше мне тут делать нечего. Завтра будет последний из них. Время сказать. Сара, я думаю, я понял теперь. Мне кажется, я теперь вижу, почему. Да уже и поздно, не так ли? Я чувствую, как тону в полу этой последней камеры. Но я больше не боюсь. На самом деле мне нечего бояться. Большинство людей больше всего боится ощущения потери себя. Но что же я? Я принимаю его. Я знаю, что как только моя голова провалилась сквозь этот пол, немного от меня останется. От того, кем я был раньше, по крайней мере. Это нормально. Единственное, о чём я жалею, это то, что ты никогда не увидишь, что я видел. Никогда не будешь жить, как я жил последние несколько дней. Ох, и будучи таким же мерзким, каким я и был, я жалею об этом так же. Я думаю, что сейчас я хочу уйти. Я думаю, пора быть кем-то другим. Я понимаю, почему это место не работает, как остальное SCP-921. Почему 921-2 никогда не говорит тут? Почему я теперь думаю таким образом? Почему я не вернусь назад? Тут нет стен до самого края, что несколько забавно, учитывая, кто он есть. Всё это место было построено на его костях. У него не осталось никого, кто бы защитил его там, где он наиболее слаб. Мне его жаль, правда. Хребет мира назвал он себя. Куратор памяти. Тот, кто помнит. Это немного грустно. Я не думаю, что даже он дотягивает до всех этих титулов. Он позвал меня, потому что ощутил, что такое, как я ему нужен. Кто-то с желанием стать кем-то иным, кем-то кроме себя. Это может быть правдой. Я подозреваю, что такая потребность у него и правда была. Но он всего-то хотел рассказать свою первую и последнюю сказку. Он хотел, чтобы кто-то слушал. Кто-то, кто мог бы передать историю. Кто-то, кто бы её вспоминал. Это всё, что он всегда искал. Это место превратило меня в книгу, в которую он нуждался. Я так думаю, в некий инструмент для документирования, чтобы задокументировать то, что он не может. Когда пришла развязка, их было четверо. Четверо изодраны высокомерием одного человека, клинком, который был быстрее его ума. Четверо, брошенные по ветру расколом. Четверо оставшиеся, чтобы заменить то, что когда-то было их душами, пылинками и осколками других. Как вечные паразиты, каждый с разными пристрастиями. Годы, десятилетия века, четверо, которые стали чем-то намного большим, но и меньшим, чем человек. Четверо, он всегда повторяет это число, одного вели амбиции. В нём было завоевание, желание править и пепел, который он иногда оставляет за собой. Он пульс. Одну вело творчество, в ней было искусство. Сама искра творения немного безумия, что топило её иногда. Она кровь. Один питался секретами. В нём? Ну, никто и не знает. Такова суть секретов. Он дыхание. Один отказывался питаться. В нём было всё и ничего. Он не обладал жёсткостью других и желанием брать. Всё, что он хотел, это документировать. Если он вообще чем-то и питался, это были истории и чувства. Воспоминания. Он смотрел, как другие растут, и в своей пещере он рыдал, потому что он знал, что они разрушат всё, что он сделал в порыве голода. И так он сформировал вокруг себя это место, музей воспоминаний, капсулу времени, для того, чтобы что-то осталось, чтобы он всё ещё мог рассказывать истории. И тут, прямо рядом со своим сердцем, он построил памятник своим братьям и сестре. Он хребет. Тут он не может говорить. Есть в этом некоторая ирония. Его сердце всё ещё принадлежит другим, потому он должен молчать. Там, где их дух медленно умирает. И так он позвал меня. Так их истории будут рассказаны. Так они получают голос. Он знает, что они готовят себя к войне друг с другом. Каждый со своими собственными аспектами. Хотя он и не особенно понимает зачем. Он никогда не мог. Но я могу. Он хочет, чтобы я рассказал вам его сказки, которые сам он не может. И я это сделаю. Он переплавил мой разум в такую форму, чтобы он подходил для этой задачи. И, конечно, он подходит. Но в одной вещи он ошибался. Когда рассказ будет окончен, когда хребет мира наконец умолкнет, он не останется в стороне от этой задачи. Будет слияние, соединение всех аспектов. Они намерены сводить между собой счеты. Что бы там ни было, они не остановятся ни перед чем. Он ждет, что я останусь в стороне. И я буду просто документировать происходящее. Смотреть на кульминацию того, как бездумный гнев ломает мир вокруг. Как истории горят. Но я так не могу. Если будет слияние, я буду только за. Не потому, что меня заставляют, а потому, что я должен. Потому, что я так хочу. Прежде чем прийти сюда, я был одинок. Я был привязан веревкой рутины. Как тонущий человек к камню. Это не могло больше продолжаться. Я был окружен людьми. Но они не видели меня. Хуже того, я не видел их. Так легко забыть, что ты тут не один. Что за этими вылизанными масками, что зовутся лицами, есть искра. Искра в каждом из нас. Это человеческая природа. Хребет показал мне то, что бы сделали и другие. Был бы у них шанс. Они бы забрали искру и извратили бы ее. Ничего такого не желая. Но именно это они и сделают, если смогут. Своей слепоте, в своей упертости. Они берут человеческую природу и делают из нее то, чем я был прежде, чем меня позвали сюда. Делают маски без реального содержания. Делают людей, которым нечего рассказать. Хребет стремится избежать этого, собирая тут истории, которые уже есть. Но он не понимает кое-чего очень важного. Он не понимает той вещи, которую я понял, когда он позвал меня. Истории ничего не значит, когда их некому слушать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok